Из-за снотворного, которое Минекши подсыпала в лимонад, Мелик его сердце останавливается. Нари и Санджар связаны болью дочери. Нари крепко держал руки в ее кровати, чтобы она не улетела. Держа его, Санджар идет в мечеть, умоляет Бога и дает обед. Если его дочь жива, она отправляет Алла Какуша и ее ребенка улетать. Выпустит его. Минекши пытается вытащить Акына, запертого внутри особняка. Во время работы его ловит Гюльси. Герой пытается похитить ребенка, он очень злится на них за попытку, но все равно убивает их. Он составляет план, как спасти его. Однако на этот раз Кахраман работает в очень большой компании, основанной Санкаром. Его затянуло в ловушку. Проверено жизнью Мелик, Санджар и Гедис. Они делают перерыв в боевых действиях на день, и они возвращаются в беззаконные дни своих ранних лет в качестве лоялистов. Боль свела бывших байфрендов вместе, пусть даже на один день, а Мелик не вырывая сердца тех, кто остановил свои сердца, они не остановятся. Несмотря на то, что Нари на мгновение забывает обо всем и погружается в свои эмоции, она не может простить Санкара. Вдобавок ко всему, он сходит с ума, когда узнает, что Минекши сделал смелик. Пришло время дочери посла привлечь всех к ответственности. Когда Санджар уходит из управления компанией, Зихра также баллотируется на пост против Гедиза. Когда Нари начинает работать на пристани, она также нанимает Мюги. Хоть Кахраману и Гедизу такая ситуация совсем не нравится, эпоха женихов закончилась и началась эра сестер. Минекши, которая сошла с ума, когда узнала, что Санджар подала на развод, начала осуществлять свои планы с новостью о ночи Хны, Каврук и Ише. Он хочет забрать Акина и забрать Мелик, но его действия ставят под угрозу жизнь Мелик. Война Нари и Санджара из-за дочери начинается очень остро. Санджар не использует безумный отчет Нари в обе опеки, но он указывает направо и стреляет влево, и ему удается получить временную опеку над Мелик гораздо более болезненной пулей. Нари тоже решает действовать жестко и идет к Гедизу просить помощи с опекой. Но у Санджара также есть сюрприз для Гедиза в качестве его первого враждебного хода, и этот сюрприз поражает Гедиза в его самое слабое место. Гедиз отвечает на этот ход, который его очень ранит, но его ответ поставит под угрозу игру Санкара с Яхей против Кахрамана. Когда Халиси свидетельствует в суде, что Минекши – плохая мачеха, Санджар с подозрением относится к тому, что произошло в прошлом. Ответы Эльвана приводят к тому, что Санкар, вышедший замуж ради ребенка, решает развестись ради ребенка. Теперь пришло время попросить у Нари прощения за все. Не в силах смириться с тем, что многовековая дружба семьи Эфиоблу и Иша и Кайлы оборвалась из-за нее, Нари выступает против карт, сданных Гедизом и, как дочь игрока, решает раздать свои карты. Этот план является результатом Гедиза, которая решает забрать все доли, которые она делила с Санкаром. Даже особняк закладывает камни на вашем пути. Он заставляет Санджара принять неожиданное решение, которого никто не ожидал. Минекши пытается скрыть свой выкидыш от Санджара и жителей особняка, потому что знает, что ее выгонят из особняка, как только они узнают. Но это практически невозможно. Минекши нужен новый план. Элван узнает от Нари, что Яхи невиновен и идет извиниться перед Яхи, который живет в доме Нари. Но в то же время у Яхи есть гость, Дуду. По мере того, как Санджар шаг за шагом приближается к Кахраману и Акину, он планирует игру, в которую будет играть, чтобы получить опеку над Мелик по делу об опеке. Кахраман же пытается понять, действительно ли Яхи и Санджар враги, с помощью информации, которую он тайно получил из особняка. Пока все это происходит, напряжение между двумя влюбленными растет с каждым днем. С одной стороны, битва за опеку, а с другой, их растущая ревность заставит Санкара и Нари делать то, чего они никогда от себя не ожидали. Санджар сходит с ума, когда узнает, что Гидис увез Нари из особняка. Он ищет этих двоих повсюду, но не может их найти. Куда пропали Нари и Гидис? И ответа на этот вопрос и реакции Нари на признание в любви Гидиса никто не ожидал. Альянс Миньяк Шакэн начинается с жестокого плана. Они решают использовать Мелик, чтобы улететь за птенцом. Будет ли этот план, основанный на детском счастье, успешным или потерпит неудачу? Выиграет ли Миньяк Ши или потерпит большое поражение? Санджар и Яхи продолжают свои планы раскрыть игру, в которую играет Кахраман. Но Кахраман в курсе всего, что происходит в особняке. Кто подслушивает Кахрамана в особняке? Санджар запирает Нари в окопе ее деда и запрещает Гидису входить в особняк. Гидис очень потрясен, когда ему запретили войти в особняк, который когда-то принадлежал его деду. Миньяк Ши сходит с ума, когда остается на верхнем этаже Нари. Когда герой говорит ему, что может спасти его от Нари, он решает сотрудничать с ним. Герой обвинил Яхью в похищении Нари и сделал Санкара, поссорившегося со своим парнем, врагом брата. Но Санкар, на которого он напал со всех сторон, преподнес большой сюрприз для него и всех. Нари, с другой стороны, не может вынести гордости за то, что живет в одном доме с женой Санкара, и решает сделать этот особняк слишком тесным для Санкара. Санджар говорит, что, если он сможет защитить ее от Акына, он не заботится о своей гордости и терпит все, что делает Нари. С Нари, с одной стороны, Милеком с другой, Гидизом с другой и Кахраманом с другой, Санджар ужасно застревает. Но когда Эльван узнает оба ошибки, которую он когда-то совершил по отношению к Нари, он теряет своего величайшего союзника. Эльван теперь на стороне Гидиза и помогает ему похитить Нари из особняка по его плану. Гидиз сейчас очень взволнован, наконец-то он сможет признаться в любви Нари. Несмотря на тяжесть раны, Санджар преследует Нари. Нари же молится, чтобы Санджар не умерла в хижине, где ее заключил Акын. Из-за игры, организованной Кахраманом, Гидиз считает, что Санджар и Нари проводят день одни, и ему очень скучно. Однако благодаря его вниманию Эльван понимает, что с Нари что-то случилось. Когда Гидиз узнает об этом, он делает все возможное, чтобы найти Нари, но появляется неожиданный подозреваемый, Яхия. Пока Гидиз пытается разговорить Яхию, Санкару удается добраться до Нари и войти в лодку, где находится Акын и множество вооруженных охранников. Но пока они пытаются сбежать из лодки, Нари прыгает перед пулей, нацеленной на Санджара, и Акын стреляет в него. Теперь двое влюбленных, оба раненые, должны держаться друг за друга и вернуться на родину. В стране их ждет Гидиз, сжегший свои корабли. Нари решает взять под опеку свою дочь Мелик и покинуть страну. В этой стране, где Санджар готовится стать отцом, больше нет места ни Нари, ни Мелик. Он предлагает Эльвану новую жизнь вдали от мужчины Феоглу. Пойдем с нами, построим новый мир втроем, говорит он. Гидиз видит в этом новый побег, а не новую жизнь, и очень злится. Это первый раз, когда он не стоит рядом с Нари. Он даже рискует предать ее. Санджар, который пытается смириться с тем фактом, что женщина, в которую он влюблен, раскаялась, что не упомянула ее имя, сходит с ума, когда узнает, что Нари уходит. «Если ты уйдешь, я буду очень плохим человеком», — говорит он Нари, — «я заберу свою дочь и посажу ее в особняк». Если один из влюбленных умрет, это станет эпопеей, но если он выживет, это станет ложью. Так что же произойдет, если двое влюбленных попытаются сразиться за опеку? Нари решает взять под опеку свою дочь Мелик и покинуть страну.